Что появится на месте железного паука на набережной? Сейчас этот вопрос обсуждают в администрации Красноярска. Мария Кунская выслушала предложение. Как считаете, что должно появиться на месте долгостроя на набережной? Какое-нибудь высотное здание, желательно жилое или офисный центр. Сделать парковку. Там площадка как раз позволяет. Я считаю, что это для музея место. Пускай будет фонтан. А зачем нам еще один фонтан? Чтобы было больше фонтанов. Вам нравятся фонтаны? Да, это красиво. Сейчас даже самые экстравагантные предложения красноярцев не кажутся мечтой. Дело с долгостроем на набережной наконец сдвинулось с мертвой точки. Его выкупил красцветмет. А значит, стоит ждать новых решений. Напомним, железная конструкция раздражала красноярцев и, наверное, даже прекрасную бронзовую реку Базаиху, чей взгляд устремлен всегда на паука уже 7 лет. Принято решение, что однозначно это будет социокультурный объект. Какой это будет объект, будет решение принято до конца этого года. Торгово-развлекательный центр, филиал Краеведческого музея, многоуровневая парковка. В мэрии рассматривают именно эти основные варианты. Наш опрос в группе ВКонтакте показал, больше всего 50% опрошенных поддерживают именно идею парковки. Хотя она не нова. Мало кто знает, по проекту 2006 года здесь могла появиться огромная парковка на 500 мест. Она должна была располагаться под торговым центром, дорогой и занимать большую подземную часть этой площади. Хотели сделать в том числе и стеклянный мост от торгового центра до театральной площади над дорогой. Какой проект станет следующим, решат на уровне администрации совместно с ведущими архитекторами. Обещают прислушаться и к мнению красноярцев. Однако общественное слушание градостроительным кодексом не предусмотрены.